Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему Алексей, это свеженькая серия по проекту РП Бокс. В общем-то сразу предвкушая ваш хейт я скажу, что да, действительно я вижу ваши комментарии, что стоит поиграть в провинцию, до нее очередь дойдет, друзья, так что не переживайте. В общем-то сегодня мы посмотрим с вами на новые работы, которые были добавлены на сервера РП Бокс уже достаточно давно, но все как-то руки до этого не доходили. Но перед этим я бы хотел поблагодарить последних трех рефералов, которые зарегистрировались по моему промокоду, его также можете найти в описании к видео. Ну и вот собственно эти ребята, это Григорий Гринченко, Евкос Непонятный и Сема Лобанов. Ребят, спасибо вам огромное и еще небольшой бонусик для, и небольшой кстати стимул для вас будет. В общем-то, друзья, я скажу вам честно, мне админы эти денежки, вот эти виртуальные, они мне их дали, они мне их начислили и сказали, что можно открыть какой-нибудь кейс. И к примеру, здесь не так давно появились вот эти самые дорогущие, которые устроят один кейс 3000 рублей, как я понимаю, кейсы в общем-то алмазные, да. Смотрите, какой здесь интересный у нас лут, может выпасть это Ford Mustang, который вроде там чуть ли не самый быстрый в игре, три прикольных скина. Mercedes это из класс, по-моему, x5, 6 лямов, в общем-то 6000 донатных денег можно выиграть, что очень даже, согласитесь, неплохо. В общем, друзья, какой у нас будет с вами, ну не знаю, условия, не условия, конкурсом это сложно назвать. В общем, короче, смотрите, друзья, если мне сейчас выпадет какая-нибудь тачка, я просто вам потом ее, кто меня встретит в игре, я в принципе каждый вечер там играю, на седьмом сервере напомню. Просто скажите, Леха, привет, гони тачку в голосовой чат, либо в чате напишите, я вам эту тачку, собственно говоря, и передам. Итак, в общем-то, давайте мы этот кейсик приобретем за 3000 рублей и посмотрим, что нам там выпадет. Нам выполнен он для автомобиля, гениально. Ай, кошмар! Это, вот знаете, миниатюра, я и азартные игры. Самое вот нищенское, что можно было выиграть. Естественно, выиграл я. Ну, друзья, это просто какой-то трэш, естественно, это продам за 1800. Больше мы кейсов сегодня открывать не будем, оставим на следующей серии. В общем, друзья, не так давно на сервер были добавлены новые работы. Там работа на маршрутке добавилась, такси и какая-то еще третья. Я уж, к сожалению, не помню какая, но потом я обязательно вспомню, по ней видео тоже запишу. В общем-то, да, сейчас мы с вами пойдем в такси. Находится это все, ну, можно так сказать, возле больницы, потому что, как бы, вот они гаражи. С той стороны у нас получается больница. Небольшой здесь у нас есть такой таксопарк. Давайте мы туда с вами забежим. Мы, как видите, бежим в такси. И что тут у нас по автопарку есть. Камрюхи, как я понимаю, это что-то типа VIP, наверное, будет. Есть Мерседес, это, наверное, там вообще супер VIP. Есть класс уже повыше, это у нас тут гольфы. Ну и самое простое, наверное, на чем, в принципе, все будут ездить, это у нас, получается, 4-ки. Так, ну что, давайте посмотрим, какие у нас там вообще идут ветки развития. Что, куда, как, потому что, ну, как бы, надо знать. Итак, первый уровень таксиста мы просто таксуем. Второй, третий, то есть, ну, в принципе, до третьего уровня мы просто катаемся, как и на любой другой работе. Дальше. Какие условия? Нам нужен военный билет для того, чтобы работать в компании и развиваться в компании. И, соответственно, дальше мы можем пойти по ветке частника. Но для этого нам уже нужно будет на первом уровне частника найти тачку стоимостью свыше 500 тысяч рублей. И, ну, это очень даже такие нормальные бабасики, я вам хочу сказать. Соответственно, дальше нам нужна тачка стоимостью свыше мульта. И здесь уже два мульта. Ну, наверное, большинство, если будет играть с такси, скорее всего, все будут играть именно на уровне компании. Ну, неплохо, неплохо. Так, давайте мы устроимся с вами на работу. Поскорее, поскорее, поскорее устроиться таксистом. Ну, и, конечно же, давайте начнем смену. Из задания. Отвести пассажиров менее чем за 60 секунд. Вот, успеть за 60 секунд, да, пацаны? Выполнить 25 раз ввоз за 2 часа. Заработать 300 рублей за 30 минут. Отвести пассажира без ДТП. Ну, окей, я вас понял. Так, в принципе, что нам надо брать-то? Четырку, как я понимаю, в принципе... Да, мы в нее сядем спокойно. Формы никакой у таксистов нету. Так, заберите клиента. Местоположение отмечено на GPS. А, ну, видимо, красная вот эта метка. Блин, конечно, четырка очень люто управляется. То есть у нее какой-то странный хендлинг. То есть она очень сильно рулится. Прям, ну, серьезно, очень сильно рулится. Прям вот она как не четырка вовсе. Но по салону, смотрите, здесь у нас даже спидометр активирован. Так скажем, тахометр рабочий. Блин, да круто. То есть можно еще и правую кнопку мыши зажать. По панели так вообще погуляться, посмотреть. Конечно, качество не ахти какое. Но все равно все это анимировано. Это смотрится реально очень здорово. Так, ну, давай, 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 давай. Четырочка, разгоняйся. Звуки у нее такие, как у Мерседеса, прям как у Газели. Вот из минусов РП-бокса, как бы, да, я не только буду хвалить этот проект. Я его еще, конечно же, буду немножечко ругать. Да даже, может быть, и немножечко-множечко. Здесь, как по мне, чересчур отвратительные звуки на автомобилях. Вот прям за редким исключением, в каких тачках здесь есть действительно солидные, интересные звуки. В основном, к сожалению, ну, как бы, блин, не знаю, ерунда ерундой по большому счету. Так, полиции нет, мы сейчас быстренько так раз, через одну сплошную с вами развернемся. Вообще, как бы, в чем смысл? Я хочу просто посмотреть и выяснить потом в оконцовке, какая работа больше всего будет привлекательная. Потому что большинство комментариев, я заметил, что пишут, что все на этом проекте через донат. Друзья, вот все проекты, которые так или иначе связаны с Сан-Андреасом, там, на Сампи, на КРМП, РП-бокс, та же провинция, здесь все практически основано на донатах, друзья. Можно, конечно, и заработать там, да, я не спорю, что вы можете там на каком-то проекте на какую-то тачку заработать. Но главный критерий всех о том, что вот, типа, здесь Широн за донат, и поэтому, как бы, здесь все за донат. И поэтому ты никуда здесь не продвинешься, у тебя ничего не будет, ты будешь бомжом и так далее. И тебя постоянно вынуждают донатить деньги. Ну, не знаю, в принципе, до того, как я связался с админами, да, чтобы они мне, ну, немножечко помогли, да, удали вот этих донатных денег. В общем-то, скин они нам выдали с Иваном, Почта России. Жигу я купил сам, то есть я на Жигу заработал на той же почте. Развозя посылки. То есть я катался на велосипеде, потом как-то мы вместе с Иваном так подзаработались, скинулись, купили Жигу, катались на Жиге, ну, и потом уже просто вместе в двоечка развозили все эти заказы. В принципе, да, когда вы играете вдвоем, я думаю, можно, в принципе, совершенно спокойно на все это заработать, и все у вас будет совершенно хорошо, отлично и прекрасно. Кто-то, да, не хочет это делать, кому-то это все лень, заниматься вот этой нудной работой, ну, блин, ну, не знаю, как бы, кто-то делает выводы, что надо только здесь и донатить. Ну, не скажу, что здесь, в принципе, можно заработать. И вот, собственно, да, сейчас вот у нас будет такой своеобразный тест, то есть где у нас можно больше всего заработать. Получается, у нас за одну поездку идет 157 единиц опыта на почте, я не помню, сколько давали. По-моему, столько же на самом-то деле, что-то около того. У них плюс-минус уровень одинаковый, так на почте, по-моему, первый уровень там 3000 дается, здесь 7200. То есть, по деньгам надо будет посмотреть, блин, на красный пролетел. Ну, ладно, у нас срочный заказ, у клиента горит жопа, ему срочно, по всей видимости, надо будет ехать куда-то в казино. Так, ну а тут, ну ладно, здесь тоже немножко нарушим, по тротуарам проедемся. Мы же таксисты, нам все можно, мы Яндекс.Такси. Они чудят вообще конкретно, особенно у нас в горле, не знаю, как у вас, но у нас в основном составляют новостные хроники только водители Яндекс.Такси. Они такие вещи чудят, так что это просто жесть какая-то, аж на голову не налазит. Так, вторая доставочка. Сколько у нас там денег получится будет? 317 рублей. То есть, в принципе, в принципе, за каждого клиента, если получать, ну, примерно по три сотки, и опыта, считайте, дается там 100 с лишним. Друзья, ну, это очень даже неплохо, я вам хочу сказать. И можно ездить, опять же, на машине, не выходя из машины. Она, как я понимаю, еще у нас идет с бесконечным топливом. То есть, ты просто катаешься, ездишь, у тебя вообще никаких проблем нет. Также есть еще один прикол, можно взять и поехать в новый город, от которого новый город они отстроили. Это, получается, он у нас расположен с правой стороны карты. Там тоже можно взять работу почтальона и кататься. Вот, считайте, вот этот маленький городочек, и вы по нему просто-напросто будете ездить. То есть, там 5-6 точек, вы вообще на изи абсолютно этот уровень. Там за час, за два добьете, набьете, и, в принципе, сможете какую-то жигуку себе приобрести. Ну, и плюс ко всему, да, если вы еще и вдобавок активируете мой промокод, который вам покажу еще раз, вы получите прибавочку, аж целых 40 тысяч рублей, если 40 часов в итоге. Ну, это достаточно серьезный, на самом деле, капитал. Все, друзья, спасибо вам огромное за внимание, спасибо вам огромное за адекватные комментарии. В общем-то, я надеюсь на вашу поддержку, я пытаюсь что-то новое добавлять на канал. Да, не совсем, можно сказать так, для всех у нас проходит РП-бокс, но я думаю, что все равно какой-то аудитории это ответвление моего канала нравится. Все, друзья, я желаю всем огромной удачи, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи касаемо следующих видосов по РП-боксу, пишите их обязательно в комментариях. На этом все, с вами был Алексей, я желаю всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока, увидимся.